Добрый день, уважаемые коллеги. И сегодня мы с вами поговорим про клинико-статистические группы в онкологии. На самом деле история клинико-статистических групп на сегодняшний день имеет уже довольно большой возраст. Седьмой год мы реализуем во всей Российской Федерации с постепенным подключением, расширением спектра регионов, систему, единую российскую систему оплаты медицинской помощи по клинико-статистическим группам. Но то, что происходит сейчас с онкологией, как уже Алексей Михайлович сказал, это, наверное, беспрецедентный, комплексный подход именно к организации не только единых подходов, но и к выделению дополнительных средств и к систематизации оказания медицинской помощи. То есть это огромный комплекс мер, которые мы только начали. Понятно, что сегодня есть проблемы, мы только первый год это все начинаем, а впереди, в общем-то, 6 лет. Задача стоит за 6 лет все это реализовать. И клинико-статистические группы – инструмент, как бы один из элементов целой большой системы. Я вначале коротко расскажу все-таки про систему, а потом мы поговорим конкретно про клинико-статистические группы. Собственно говоря, начало реализации данного процесса у нас положено одной из задач указа президента, которая звучит – внедрение клинических рекомендаций протоколов лечения и их использования в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи. То есть вот это тот посл, от которого мы идем, от которого движемся, и от которого выстроена вся система. Я вот сказала, что клинико-статистическим группам 7 лет, но все предыдущие годы они развивались снизу. То есть, по сути, брался срез всей страны, как оказывается, медицинская помощь по факту, и пытались этот факт привести в тарифы. А правильно это, неправильно, но на самом деле это не было информации, чтобы это проанализировать. И присоединяется новый субъект в систему КСГ, появляются какие-то новые клинико-статистические группы, исходя из особенностей данного субъекта. Настоящий посл, он исключает вот этот, ну, местечковый, можно сказать, подход. И помимо единой системы оплаты, мы замахиваемся, по большому счету, и на единую систему оказания медицинской помощи. На сегодняшний день основные события, без которых реализация данного проекта была невозможна, они все уже случились. Прежде всего, это изменения в 323 закон вступили в силу с 1 января 2019 года, где утвердился статус клинических рекомендаций, где упорядочились документы нормативно-правовые, на основании которых оказывается медицинская помощь. Это положение об организации медпомощи, порядки, клинические рекомендации, стандарты. При этом стандарты медицинской помощи вытекают из клинических рекомендаций. Появляется такой инструмент, как критерий оценки качества медицинской помощи, который становится абсолютно законодательно применяемым с 1 января 2022 года, пока сейчас некий такой промежуточный период. И клинико-статистические группы, как элемент оплаты медицинской помощи, также обозначены в данной концепции. Соответственно, основные документы, то есть чтобы реализовать весь данный процесс, были внесены изменения реально во многие документы федеральные. Начиная с 323-го закона, закон об обязательном медицинском страховании 326-го, программа госгарантий, наш основной плановый документ на год, приказ фонда об установлении требований к тарифному соглашению, письма Минздрава в рамках программы госгарантий и в рамках методических рекомендаций по способам оплаты, собственно говоря, и сами методические рекомендации. На данном слайде, наверное, полный комплект. Также приказ 108-Н вышел, новые правила обязательного медицинского страхования, где ряд моментов уже принял нормативный характер, то есть выстроена многофазная система организации контроля и оплаты медицинской помощи. Я сегодня, конечно, не успею про все рассказать, потому что это очень много различных нюансов, система и широкая, и глубокая. Вот про основные моменты расскажу, но на самом деле, наверное, целый день можно рассказывать, как она выстроена и что где написано, и почему это так, и откуда это вытекает. Собственно говоря, первый момент, который мы сейчас начинаем реализовывать, он важный, потому что без него, как он произойдет, будет зависеть много всего остального, это написание и утверждение клинических рекомендаций. Законом 323-м четко все регламентировано. Кто пишет, научно-практический совет премьерной здравии согласовывает, огромное количество подзаконных нормативных актов, большинство из них уже вышло принято, и типовая форма, и порядок утверждения клинических рекомендаций, и порядок работы научно-практического совета, единый уровень доказательности, что, в общем-то, тоже очень важный элемент. Сейчас эти все документы, которые перечислены на данном слайде, ну вот практически буквально в течение, наверное, месяца клинические рекомендации начнут, начнется процесс их утверждения по новому законодательству, и, конечно, клинические рекомендации по онкологии, они будут первыми. Это понятно, это есть поручение соответствующего правительства, то есть онкологи, они первопроходцы во всей данной истории. Конечно, важно качество клинических рекомендаций, они будут обсуждаться, обязательно будет элемент общественного обсуждения, поэтому, в общем-то, ну, всем миром мы должны это все сделать, чтобы потом можно было по ним реально работать. Следующий очень важный документ, который у нас случился, это программа государственной гарантии, которая была всегда, где конкретизировались, которая определяет деньги и объемы медицинской помощи. И вот впервые на 2019 год тоже никогда такого за всю 20 с лишним историю существования программы госгарантий не было, выделен отдельный норматив по онкологии, отдельный норматив случаев и отдельный норматив денег. Вот хочу обратить внимание, по стационару норматив на всю медицинскую помощь в стране 32 тысячи рублей, норматив на случай медицинской помощи по онкологии 76 тысяч рублей. Ну, понятно, что, в общем-то, все это беспрецедентно. Аналогичная совершенно вещь в условиях дневного стационара, даже не аналогичная, еще более яркая, 19 – весь дневной стационар и 70 тысяч – один случай онкологии. Один случай. Мы понимаем, что это каждая госпитализация по столько. Это реально значимые деньги, которые пришли в систему. Что касается самих денег, наверное, ну, все слышали эту цифру, это 70 миллиардов в 2019 году, плюсом к 70 в 2020 году – 50, и потом еще, соответственно, еще 20 миллиардов, еще 20 миллиардов, которые планируются на 2021 год. Ну, проблему уже, как Алексей Михайлович заметил, сложно эти деньги осваивать, но это просто, наверное, начальный период, потому что не успели адаптироваться. Пройдет какое-то время, и этих денег тоже, скорее всего, станет мало, и процесс, в общем-то, станет на круге своя, поэтому главное, что это, в общем-то, случилось, и случилось понимание, и сейчас происходит действительно глубокий анализ происходящего, и, ну, очень хотелось бы надеяться, что это действительно приведет к тем результатам, которые должны быть. Следующий важный момент, который встает – это проблема. Это проблема у нас ОМС, средства ОМС, из которых выделен норматив, про который я говорила, не единственный источник финансирования медицинской помощи. Амбулаторно-лекарственное обеспечение у нас финансируется по программам дополнительного лекарственного обеспечения в рамках федеральной и региональной льготы, так называемых. И, в общем-то, довольно сложный момент, вот конкретный больной, где ему должна быть оказана медпомощь – в дневном стационаре или амбулаторно, четкой демаркационной линии нет, все понимают. В программе госгарантий появилась фраза, что… Первая фраза, как бы она пока небольшая, но уже немножко расставляет точки над «и», что если препарат требует введения в стационарных условиях, даже несмотря на то, что он может быть выписан по льготе, он не должен был там выписываться и, в принципе, может быть не включен в перечень соответствующих препаратов по региональной льготе, которую утверждает субъект. И что вытекает из этой фразы? Вытекает из этой фразы, что та проблема, которая довольно часто озвучивается, больной получил по ДЛО препарат, приносит его в стационар, как оплатить введение, такой проблемы не должно быть. Ее просто… вот этот вопрос, на которого ответа нет, просто по одной причине, что такой ситуации не должно быть. В принципе, если пациенту необходимо введение препарата в стационарных условиях, этот препарат должен быть закуплен за счет ОМС. Если препарат получен по льготе, он должен быть введен больному в амбулаторных условиях. Это однозначно, и это за вот такой строчкой у нас проходит через программу государственной гарантии уже в этом году. Соответственно, подходы к планированию лекарственной терапии, которая сейчас применяется, которые проверяют страховые, которые позиционирует Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Первый факт при определении условий – это необходимость больного в круглосуточном наблюдении. Если именно состояние больного, его необходимость круглосуточного наблюдения – не что-то другое. Если да, лечение круглосуточное. Если, соответственно, нет, то лечение в дневном стационаре, в тех случаях, когда пациент не может в рамках либо препарат требует введения под контролем медицинского работника, но в течение короткого времени, либо какой-то короткий промежуток времени, когда не закуплен препарат. Ну, как исключение. Все таблетизированные препараты, в принципе, должны обеспечиваться под ЛО и РЛО. Но, несмотря на то, что в систему ОМС дополнительные деньги пришли, это не значит, что все таблетизированные препараты в том числе должны войти туда. То есть, ну, вот такой подход, он на сегодняшний день такой. Может быть, ну, в дальнейшем будут какие-то изменения, потому что споры идут, но на сегодняшний день это так. Так, соответственно, следующий важный вопрос, вот этот норматив, который я показывала, что же входит в данный норматив медицинской помощи. И сразу хочу сказать, что в этот норматив не входит онкогематология. Хорошо ли это, плохо, это обсуждаемо, но этот норматив только на солидную онкологию. Почему было принято такое решение? Онкогематология имеет много источников финансирования. Помимо ДЛО и РЛО, которые есть в онкологии, это и семенозологии, это и ВМП, два перечня. И, соответственно, риск включения онкогематологии в норматив в системе обязательного медицинского страхования, то, что начнется перекладывание полномочий с одного источника на другой, и, в общем-то, деньги не найдут своего того воплощения, которое должно быть. Ну, а теперь, собственно говоря, переходим к самим КСГ, к тарифным системам, и первый интерактивный вопрос должен появиться у нас. Татьяна Юрьевна, помогайте мне с интерактивным вопросом. Будьте добры, запустите, пожалуйста, голосование. Сейчас у нас это первое голосование, сейчас мы немножко подождем. У нас времени достаточно, у нас еще 20 минут, это те циферки, они немножко спешат, у вас еще 20 минут в запасе. Да, сейчас ждем запуск голосования. Оно запущено? Да. Майкните, да, запущено. Так, оно запущено. А на экране можно нам показать его? Вопрос. Давайте я немножко прокомментирую, пока голосуют. То есть у нас есть в системе КСГ такой показатель, как базовая ставка. Ну, наверное, все его знают, потому что объяснять базовые параметры КСГ я просто сегодня не успела бы это сделать. И вот вопрос. На сегодняшний день, как законодательно устанавливается базовая ставка в регионе? Она уже установлена для каждого региона на федеральном уровне? Она устанавливается на региональном уровне? Или она устанавливается на региональном, но в соответствии с методикой, которая устанавливается на федеральном уровне? Голосуем еще, да? Ну, они почти правильные. Абсолютно неправильный второй ответ, но по нему, к счастью, и меньшинство. На самом деле, все это случилось именно с 2019 года. Все эти изменения в законодательство случились тоже ради онкологии, на самом деле, в рамках реализации всех этих системных изменений. И появилось право у Федерального фонда контролировать тарифные соглашения всех субъектов Российской Федерации. Также был конкретизирован приказ Федерального фонда об установлении требований к тарифному соглашению. И базовая ставка сейчас на федеральном уровне установлена нижняя граница, которую она может достигать на региональном уровне. Это, соответственно, 65% от стационарной госпитализации, 60% от дневного стационара. То есть установлена нижняя граница. Ну, могут возникнуть вопросы, а почему там 60, а не 99. На самом деле, норматив помимо медицинской помощи, входит еще специализированная, входит еще и высокотехнологичная медицинская помощь, и межтерриториальные расчеты. То есть там еще очень много всего в этот норматив зашито. Поэтому цифры 65 и 60, на самом деле, это значительно высокие цифры для того, чтобы система оплаты медицинской помощи была стабильной. Эта проблема была до этого года, и вот в этом году она, могу сказать, довольно успешно решена. Также приказом установлены, впервые установлены приказом об установлении требований к тарифному, все границы возможных коэффициентов. У нас три региональных коэффициента, коэффициент уровня оказания медицинской помощи, сложность и аккурация пациента, и управленческий коэффициент. Раньше у них разлет был довольно большой на региональном уровне, сейчас довольно жестко. То есть система тарификации в регионах под жестким федеральным контролем, можно сказать, потому что люфты всех этих коэффициентов, ну, на самом деле, они реально небольшие. Кроме того, сами клинико-статистические группы по онкологии, они уже были рассчитаны впервые, в отличие от всех других профилей, на основе клинических рекомендаций. Единственное, конечно, на основе клинических рекомендаций, пока не прошедших всю процедуру согласования по новому закону, ну, чисто из-за временных причин, но из клинических рекомендаций, которые были утверждены на момент разработки КСГ. И получилось довольно большое количество групп и для хирургического, отдельно группы для хирургического лечения, отдельно для лекарственной терапии. В 2019 году существенно были доработаны группы по лучевой терапии, также группы для лечения фибрильной нейтропении и для замены портсистем катетеров, группы для диагностики ПЭТ-КТ. Ну, в принципе, практически полностью онкология разложена на клинико-статистические группы. Предложения мы в этом году по какому-то совершенствованию получили минимальное количество, и, ну, наверное, из чего следует, что все-таки, ну, наверное, система практически всеобъемлющая. Конкретно немножко по принципам отнесения. Что касается групп лекарственной терапии, зашифрована каждая схема. Каждая схема химиотерапии имеет свой код и попадает в ту или иную из 10 существующих групп. Одна единственная тонкость – это, соответственно, у нас есть схемы с одинаковым номером, с точки и без точки. В общем-то, такой принцип был применен для тех схем, где перерыв между введениями составляет 5-6 дней, и пациент, в принципе, не, если нет у него показаний, может выписываться из стационара на этот промежуток. Поэтому, таким образом, одну и ту же схему можно кодировать, если пациент госпитализирован на весь срок введения, то есть, ну, допустим, 1-8-15 дней введения классической, если он госпитализирован на период с 1 по 15 день – это схема с точкой, и если он госпитализирован 3 раза по 1 дню введения, опять-таки, не дня госпитализации, а введения – это схема без точки. Почему? Вроде бы наоборот логично, но именно потому, что все-таки наиболее рациональным признается госпитализация на один день введения, и нет никакой необходимости у большинства больных, конечно, без клинических показаний, пациента задерживать на это время в стационаре. На самом деле, у врача в таких случаях, когда схема носит прерывистый характер введения, есть оплата и по одному варианту, и по другому варианту оплаты их подавать. Соответственно, количество дней введения в тарифе есть также такая графа в КСГ, где также довольно много информации. Ну, вот, например, по первой схеме первое введение – это два дня, а последующее введение – один день. Соответственно, это все из описания схемы. Видно, ну, наверное, надеюсь, что все это знают. Если кто-то не знает, как с этим трудности, ну, почитайте методические рекомендации, инструкции, ну, реально мы пытались максимально все объяснить. Следующий вид групп – это группы химио-лучевой терапии, которые у нас появились впервые в 2019 году. И тут какой основной принцип? Большинство, если взять вообще лучевую терапию, то большинство схем лучевой терапии, у нас завязано на два показателя – на количество фракций и на вид лучевой терапии – конформная, неконформная. От этого формируются соответствующие группы. Присоединение элемента химиотерапии к данным группам, оно носит, в принципе, такую логику. Если стоимость лучевой терапии дороже, то препарат лекарственный присоединяется к той или иной группе, и цена варьирует уже, цена обусловлена лучевой терапией. Если лекарственный препарат дороже, чем лучевая, то, соответственно, именно лекарственный препарат определяет стоимость, и он попадает в этот случай всегда в одну, это дорогие, это самые дорогие группы, вне зависимости от того, какая лучевая терапия была проведена. Ну вот вы видите, это у нас М007, те строчки, где препарат попадает в одну группу. Это как раз те случаи, где препарат дороже. В тех случаях, когда препараты химио дешевле, чем лучевая, они попадают в несколько групп в зависимости от количества фракций. Вот такая логика. Тут и логика лучевой терапии, и логика химио-лучевой терапии. Ну, наверное, один из нюансов, который отличает химио-лучевую терапию от химиотерапии, вы видите здесь ни доз, ни кратности введения, а просто название препаратов. Ну, почему это так? Потому что 2019 год – это первый год, когда у нас это случилось, и те клинические рекомендации, на основании которых разрабатывалось КСГ, ну, к сожалению, детализация была недостаточной для того, чтобы на их основе вынуть данные о дозировках, о кратности, о длительности курса. Поэтому, чтобы не оставить за фактом оплаты какие-то вещи, которые забыли в клинических рекомендациях, пока на сегодняшний день был принят такой подход, и с большой долей вероятности по мере выхода уже новых клинических рекомендаций доработанных, эта табличка на следующий год может превратиться в некий аналог предыдущий, где будут уже расписаны в том числе и схемы лекарственных препаратов. Ну вот, соответственно, пример, как это все работает в нашем группировщике – это тот информационный файл, он довольно сложный в употреблении, но МТ-11 – это как раз схема лекарственного препарата, и с какой бы услугой эта схема не сочеталась, соответственно, оно падает в одну группу, это как раз тот случай, когда лекарственный препарат побеждает стоимость лучевой терапии. Что касается хирургических операций, хирургические операции у нас классификатор работает на основании номенклатуры медицинских услуг, и тут, конечно, хочу отметить те проблемы, которые возникают в работе именно из-за несовершенствованной номенклатуры медицинских услуг. Это и не совсем четкие формулировки, и когда одна и та же операция называется двумя разными терминами, и когда имеют место операции, не имеющие самостоятельного значения, на сегодняшний день нами проводится очень большая работа по приведению нашей номенклатуры 804-го приказа, по приведению в соответствии ВОЗовской версии номенклатуры, которая сейчас размещена, ну и по всем, в общем-то, работа эта уже близится к концу, и хотелось бы, конечно, надеяться, что в какое-то ближайшее время в данной версии, конечно, все эти ошибки сейчас существующие, их не может быть чисто из логики номенклатуры, ну и, возможно, в ближайшее время, конечно, тут будут тоже значительные изменения в связи с изменением номенклатуры. Следующие моменты, которые, опять-таки, предусмотрены в методических рекомендациях, именно в защиту онкологии. То есть тема защиты онкологии, она на самом деле идет красной линией по всем методическим нашим рекомендациям, по способам оплаты. То есть предусмотрено, если в рамках одной госпитализации проводится сочетание нескольких видов противоопухолевого лечения, любых видов, любых совершенно перечислены все, то должен применяться коэффициент сложности лечения пациента. Запрещено применение каких-либо понижающих коэффициентов, хотя методически они есть, но они все равно запрещены. Соответственно, расчеты были выполнены все по клиническим рекомендациям. В расчетах учтены и нагрузочные дозы, и сопутствующая терапия на самом деле. К сожалению, это не видно из группировщика, но при расчетах это все случилось. Но, наверное, надо отметить такой нюанс. Проблемы все равно, конечно, они есть. Но препараты, особенно целая группа противорвотных препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП, мы по законодательству не имели права рассчитать эти препараты. Они в иных случаях являются незаменимы. Тут, наверное, они не учтены, но чисто вот по этой причине. Все остальные препараты, применяющие для сопутствующей терапии, они учтены. Также, тоже преимущественно для онкологии, отошли от правила, от святого правила системы ОМС, что один случай лечения оплачивается только по одной КСГ. Вот ради онкологии даже от этого правила отошли. И в случае, если взяется замена или установка портсистемы в рамках одной госпитализации, перед химией или после хирургии, если этапное хирургическое лечение, эти случаи могут оплачиваться один случай двумя тарифами. Ну вот ради онкологии такое тоже исключение было сделано. Также для... тоже был единственное исключение во всех методических рекомендациях. У нас есть такое правило выделения подгрупп. Ну, про него можно тоже долго рассказывать. Но основной принцип выделения подгрупп – это в рамках сбалансированности группы. То есть если ты выделяешь подгруппу, что-то повышаешь, что-то понижаешь. Для лекарственных групп, крайних групп, самыми большими коэффициентами, также возможно исключение. То есть данную группу можно разбивать на подгруппы, ничего не понижая, а только повышая. Тоже единственное исключение из правил, которые могут сейчас в субъектах применяться. Ну и теперь, вот перед последним слайдом, второй момент интерактивного голосования. Второй вопрос. Можно второй вопрос на экран? Пытаемся запустить голосование. У нас есть второе голосование? Да, будьте добры. Просто на телефоне я у себя его не вижу. Сейчас, буквально несколько секундочек. Сейчас. Так, у нас появилось голосование. По крайней мере, на моем телефоне я его вижу. Мы можем увидеть его на общем экране? Так, мы его увидели на общем экране. Инна Александровна, будете его комментировать, пока голосуют? Конечно, пусть проголосуют. Я в начале как бы... Ну, вопрос вроде бы тут абсолютно понятен должен быть. Да. Если в рамках одной госпитализации применены две и более схемы противоопухолевой лекарственной терапии, каким способом можно предусмотреть оплату? Коэффициент сложности лечения, управление коэффициентом, управленческим коэффициентом, оплата по самой дорогой схеме, оплата по прочим схемам, коэффициент уровня стационара. Все, закончили? Сейчас. Я проголосовала. Удалось проголосовать в зале? А в зале голосуют? Ну, коллеги, на самом деле вопрос с подвохом. Сразу скажу. Вопрос такая немножко месть вам клиницистам, потому что когда начинаешь спрашивать, а вот как лечить больного? Какой ответ? Ну, каждый больной индивидуален. И вот тут на самом деле ответ ровно такой же. Каждая ситуация, она индивидуальна. Ну, первое. Все ответили в пользу понятных, очевидных причин. Коэффициент сложности лечения пациента на самом деле возможен лишь в том случае, если данное сочетание предусмотрено клиническими рекомендациями, но в группировщик не вошли. На сегодняшний день это буквально вот раз, два, три, четыре, пять позиций. Пять позиций, которые нам удалось насчитать, работая со всей страной, где действительно есть сочетание двух схем, которого нету в группировщике. Эта схема, конечно, с новыми дорогими препаратами, все дорогостоящие. И действительно, в этих случаях мы рекомендуем и в письмах субъекта, пишем коэффициент сложности лечения пациента. Такой. А можно опять результаты голосования? Я просто хочу про каждую позицию объяснить, в каких случаях. Сейчас нам попытаются вывести обратно презентацию. Последнее голосование. Дальше вот оплата по прочим схемам. Нет ни одного утвердительного ответа. Хотя эта ситуация самая частая на практике. Что происходит, когда назначается сочетание, не предусмотренное клиническими рекомендациями? И тогда на самом деле это должно... То есть нельзя эти схемы сочетать. Нельзя. Какие бы они ни были, но их сочетать нельзя, тогда оплата должна осуществляться по прочим схемам. Не по самой дорогой, как, конечно, хотелось бы. По самой дорогой. Ну, вариант по самой дорогой. Он работает в том же случае, когда и первая ситуация. Но данный коэффициент сложности лечения пациента не установлен тарифным соглашением. То есть чтобы коэффициент этот заработал, его нужно установить. Пока его не установили, или если его вообще не установят, действительно, оплата должна быть по самым дорогим схемам. И два оставшихся варианта – управленческие коэффициенты, коэффициенты уровня стационара. Они тоже приемлемы. И, в принципе, фонды территориальные, как плательщики, вполне могут ответить. А это учтено в вашем коэффициенте уровня стационара. То есть в рамках данного коэффициента. Ну и управленческий коэффициент. Соответственно, если его установят, тоже вариант. Ну, мы вам установили управленческий коэффициент. Ну и все это тоже им может погашаться. То есть тоже, в принципе, варианты и посулы, которые на территории могут быть. Поэтому, ну, ответ правильный, наверное, это именно региональное решение данного вопроса. То есть данный вопрос должен решаться на региональном уровне, но вот по какому-то одному из данных, указанных вариантов. Ну, наверное, коллеги, у меня все. Не знаю, насколько это было понятно для восприятия. Спасибо большое за блестящий доклад. Вы полностью уложились во времени. Просто вот единственное, что, пожалуйста, осталось время только на один вопрос. К Инне Александровне. Пожалуйста. Инна Александровна, большое спасибо за разъяснение. Очень понятный клинико-статистический групп. У меня такой вопрос. Бывает, что в некоторых случаях коэффициент уровня стационара уже изначально меньше единиц, например, 0.9. Вот что делать в таких случаях? Ведь это автоматически понижает, а это запрещено. Для онкологического диспансера, если для онкологического диспансера установлен такой коэффициент, это уже нарушение однозначное. Это надо, ну, обращаться, то есть... Для онкологического диспансера 0.9 коэффициент? А уровень какой у организации? То есть лицензии на ВМП нету? Ну, коллеги, наверное, на самом деле, я допускаю, что при определенных... Можно мне просто открыть слайд? Я, к сожалению, не помню границы коэффициента. Можно презентацию? Не помню границы для второго уровня, но там от 0.9, да, наверное? И ставят нижнюю границу, но тогда это, к сожалению, действительно, ну, может, теоретически может быть, но при этом... Ну, я вот хочу, чтобы вы понимали, что все равно, как коэффициенты не ставь, все равно деньги, они одни и те же. Я расскажу, как пример, ситуацию, которая у нас была в начале внедрения КСГ на Кавказе. Соответственно, ну, регионы, где что-то кому-то снизить нельзя, все обидятся, и применили в определенном регионе все коэффициенты сделали, регулирования не было, все самые высокие, какие только можно. То есть всем все дали, все коэффициенты, в результате базовая ставка превратилась в 4 тысячи. Поэтому тут вот называется, ну, если система сбалансирована, если, там, нет организации первого уровня, имеют коэффициент 0,7, то, в принципе, без разницы, какие коэффициенты. Самое важное – это выйти на среднеизвешенное значение и на общий объем финансирования. То есть тут вот чисто из одного этого коэффициента нельзя делать такие вот, ну, жесткие выводы. Но, конечно, с этими ситуациями надо разбираться в ручном режиме, чтобы не было элементов дискриминации организации. Продолжение следует...